Мы продолжаем нашу рубрику «Интервью в дни всеобщего карантина». Приветствую всех наших зрителей. Надеюсь, вы все здоровы, бодры и находитесь дома, не подвергая риску ни себя, ни своих близких. Каждый из вас нам очень дорог. Вы можете пенять на власть, на Бога, на теорию заговора, на что угодно и на кого угодно, но большая просьба оставаться все же дома. Если вы пожилой и одинокий человек или мать-одиночка, напишите мне, и я помогу вам теми же деньгами на продукты и лекарства из нашего антитопоровского фонда, которые вы все вместе в разное время посылали и собирали в качестве доната. Ведь нас не только смотрят, но и некоторые перечисляют эту самую посильную сумму, и она сохраняется у меня и будет использована на нужды блога и в том числе наших зрителей. Также обращаюсь к любителям теории заговора вокруг коронавируса. Поговорите об этом после спада. Очень вас прошу, когда закончатся все эти скорбные дни для всего человечества, не пудрите голову другим. Уверен, все мы достойно пройдем этот этап. В конце концов, мы все древние народы с богатым прошлым. Наши предки повидали и чуму, и испанский грипп, и оспу, всякую гадость. Но при всем этом все мы как-то пережили, несмотря на то, что медицина была куда слаба. Все мы коренные древние народы Кавказа, Закавказья, Малой Азии, Ближнего Востока. Варвары, как и любая пандемия, приходят, задерживаются на какое-то время и исчезают. А мы продолжаем быть. И быть с нашими исконными соседями, коих одарил наш Господь Бог. И с представителями одних из наших исконных соседей мы поговорим сегодня с лезгинским общественным деятелем, активистом Ассарали Каимовым. Здравствуйте, Ассарали. Здравствуйте, Владимир. Пожалуй, начнем с главного, чтобы зритель понимал, о чем пойдет речь. Что такое лезгинский вопрос в 21 веке? Во-первых, приятно мне с вами пообщаться. Приятно было, что вы пригласили меня. По поводу лезгинского вопроса 21 века. Век к векам лезгинский вопрос всегда был, он не заканчивался никогда. Через нас столько войн проходили за все тысячелетия, но этот вопрос у нас всю жизнь так и стоял. Между прочим, мы эту борьбу не заканчивали. Она и не заканчивается, и не будет заканчиваться, пока точку не поставим. Но вопрос лезгинского вопроса очень остро стоит. Она, по сути, в регионе, у нас геополитическая зона такая, что это очень важная зона для всех. И для больших мировых игроков, и для маленьких, и региональных. Всех это притягивает это место. Вот такой, скажем, шелковый пульт, назовем так, примерно. Всегда так и было. Поэтому наш вопрос всегда остро рассматривался. И очень печально получилось. Последние сто лет постепенно мы выбились в регионе с политически и с экономически, со всех слоев практически. Скажем, наш народ, можно сказать, даже обезоружили. Без войны даже, вот так скажем. А с появлением Азербайджана, сто лет назад вообще, с подачи, да, вот, Ататюрка и Ленина, там, всех, там, заговоров всяких. Там вообще стало еще хуже, еще более, скажем, если Армении, Армяне прошли через геноцид, то есть, да, вот это геноцид, когда происходит, это когда убивает кровь, там, вот, режет. Народ, сам народ, который проходит через этап, все равно сполачивается, то есть, объединяется рано или поздно. А у Ленина в последние сто лет не геноцид, а этноцид происходит. Понимаете, что такое этноцид? Это медленно убивает сам народ изнутри, экономическими, политическими, всякими, отбирая все ресурсы, и морально уничтожается народ. И происходит ассимиляция. Культурный геноцид. И самое интересное, сложно в это положение народу объяснить. Понимаете, вот когда говоришь, он говорит, но наши не бьют палками, наши не стреляют. Ну, понятно, но всякий не может это понять, что происходит. На самом деле исчезаем. Вот сегодня даже мы знаем, что в Европе лезгинский язык уже исчезающим языком поставлен уже галочка. Понимаете, если, а как спасать-то? Как спасать? Ну, нам предлагают там всякие культурные общественные организации, то создать, а это создать. А что она дает? По сути, нам ничего не предлагают, получается. Вот эти культурные эти, танцы, пляски, песни, она и так была без них. Без создания этих организаций. Она и так есть в народе. Но она же не поднимается выше того уровня, ну, разговоров, там, на улице, дома. Все. И язык, получается, по сути, никуда не нужен, не применяется выше. Как спасать? Да. И в этом разговоре потом язык переходит, вот тот язык, который в формате государства используется, и оно начинает внедряться словами разными в разговорный язык лезгинский. И в итоге она, переформат, получается, теряется. А еще хуже у нас положение, что в Южном Дагестане лезгинский язык переформатируется с русским акцентом. А в Азербайджане с тюрьмским акцентом. Ну, по сути... А вот давайте распределим, скажем так, чего имеют для сохранения родного языка лезгины в Дагестане, и чего имеют для сохранения родного языка лезгины, проживающие в Азербайджане. В Дагестане, по сути, скажем, Дагестане это Россия, да, сегодняшняя. В России лезгины в Дагестане, в Южном Дагестане имеют много чего. Если даже хотя бы то, что в Дагестане имеем, мы имели бы в Азербайджане, хотя бы, да, но еще как-то можно было. В Дагестане полностью свободно, начиная даже в дагестанских районах, ну, в Южно-Юждагарских районах, главы района спокойно проводят свое совещание даже на лезгинском языке. В школах любое совещание можно провести в лезгинском языке. Если это лезгинское село, лезгинский район... А здесь изучают лезгинский родной язык? Конечно, полностью, до десятого класса. Но, а что в Азербайджане? Ну, это я не хочу все полностью взять, ну, например, да. А что в Азербайджане? В Азербайджане, во-первых, даже тот же возьмем чисто кусарский район, который Азербайджан сам в власти, как считает, типа 95% лезгина, да. Во властных структурах любой, хочешь в медицину зайди, в больницу, хочешь в прокуратуру зайди, хочешь в ВМД зайди, хотите, в главы района зайдите, там, любое собрание, чтобы кто бы не пришел, какой бы даже лезгин написал. Разговаривать надо на государском языке. Прямо сходу, попробуй лезгинский, тебе говорят, на государском разговаривать. Но если на территории того же кусарского района, как вы говорите, 95% населения лезгины, тогда кто же, получается, на кого доносит, что кто-то или иной человек не говорит на азербайджанском языке, а говорит на лезгинском? Ну, вы поймите, население-то 95%, а в властных структурах все возглавляют азербайджанцы. А, вот так? Конечно. Все пришли, все засланы. Поэтому, если даже, бывало, иногда и участковый ставит таких лезгинских районов. А хочешь, не хочешь, не придется в азербайджанском. Он не знает, что лезгинское язык, как с ним быть. Поэтому это специально делается. Понимаете? Даже вот было негласные... Вот я сколько сигналов получал в прошлом, что в больницах, что в школах, директорам, учителям, в негласных говорят. В переменах с детьми разговаривают на государственном, на азербайджанском языке. Но, послушайте, это полностью район или село. Возьмем, чистый лезгинский. Учителя лезгины, дети лезгины. Ну, перемены, да, перемены. Ладно, урок-то переподаешь. Ну, перемены, вышел. Почему он не должен, не может... Если, говорит, доносение будет до вас, мы вас там накажем. А это, между прочим, делается неофициально. Понимаете? Как бы под ковер. А, естественно, учителя работу потерять. А куда он пойдет? И так экономически, там ничего нет. Это все зажато. А куда он пойдет? Он, естественно, молча выполняет это. Но я его понимаю. Почему он понял? Кушать-то хочет, жить-то надо, детей воспринять надо. Скажите, а когда эти маломальские национальные прессы на национальном языке имеются у лезгин в Азербайджане? Ну, после войны 16-го года, вот Арцахская война, да, нападение Азербайджан. В 2016? Да, в 2016-го года там было много смертей, лезгин, которые в передовой были закинуты. Естественно, народ возмущаться начал туда-сюда. И чтобы вот это возмущение, чтобы погасить, и чтобы вольнений больше не было, они одному лезгину памятник поставили, прям счастье делали. А потом и резко, вот, знаете, там, телевидение пару часов дали лезгинам выступать на своих, музыка и так далее. И несколько там журналов, ну, само там еще Алам появилось. И то перемешанные журналы, там, час на азербайджанском, час на лезгинском. Это обязательно, как бы, чтобы чисто лезгинское, чтобы не было. Но, как бы, она появилась. Но она же ничего не меняет. Но что они сделали? Самое интересное. Вот это все они дали. И в этом же году, в первом сентябре, из двух часов урока, вот недели два часа было, взяли, один час убрали. То есть, дали вам мишуру, который никто читает даже, в принципе, из селек, кто читает этот Алам Баку, который выпускает, да, в деревне, кто кому-то, в Кусарском районе, в деревне. А со школы взяли, убрали. То есть, ценные забрали, а не ценные на, ну, типа, вот вам, пожалуйста. Понимаете? А зачем они это дали? Ну, если вдруг даже в международной арене кто-то будет возмущаться или лезгин, там, по правам, вот же, Алам есть журнал, там, смотрите, вот, Самур, там, вон, смотрите, два часа там танцы, пляски. А как же, а как же урок, а как же грамматика лезгинского языка? Что такое час в неделю? Ничего. Что можно? Да мало ли, что оно ничего. Но еще книгами-то не могут обеспечить. Вы понимаете? Ну, вы, наверное, не хуже меня знаете, что сочинительством, очковтирательством, есть такое хорошее русское слово, и пускать пыль в глаза в Азербайджане умели еще и в советские годы. Поэтому ничего удивительного, что и сейчас это делается. Вот такой у меня вопрос. Ну, вы наверняка знаете, что президент Азербайджана Алиев в случае компромисса с армянской стороной обещает народу Арцаха самую широкую автономию. Честно говоря, лично я не понимаю, что значит самая широкая автономия может быть что-то вроде Гонконга, который вроде бы как Китай, вроде бы как не Китай. Но это все равно не случай с Арцахом. И вот как вы считаете, откуда такие привилегии к столь ненавистным армянам, коих в Арцахе чуть больше 140 тысяч, но при этом Алиев умалчивает о самой худой автономии для Алисгина-Талышей, коих в 3-4 раза больше, чем тех же Арцахцев в Азербайджане? Ну, хорошее сравнение по поводу привилегий с Гонконгом. Тогда надо было и выход к морям Арцаха, чтобы понять это. Но нету же, о чем тогда мы разговариваем. Но вообще-то это все популизм его, понимаете. Ему, в принципе, по сути, по-хорошему в данной ситуации, если логически мыслить, азербайджанские власти Арцаха и не нужен. По-хорошему. Понимаете, там нету нефтегазовых труб, чтобы воткнуть, чтобы еще одну трубу обнять, как он обнял. Но она нужна ему, чтобы управлять, управлять и управлять, грабить и грабить, грабить. Понимаете? Вот вся суть его. Но иногда надо и пострелять, чтобы уж как-то, ну, чтобы со всем собой выпасть. Но с другой стороны, хорошо. Вы говорите, мы дадим Арцаху широкую автономию. Только вернитесь. Хорошо, дайте миллион лезгинам, дайте хоть что-нибудь по правам. Тоже автономию. Покажите Арцахцам. Вот, смотрите. Мы какие. Толерантные. Ну, толерантные. Мы же по правам. Они всегда... Это самое интересное и другое. Они по сей день так и не ратифицировали Международную Конвенцию по правам автохтонов и их языкам. Вот, не ратифицировали. Понимаете? Почему? Потому что тогда надо, как я вам сказал, обеспечивать школу, лезгинские книги, школу за счет государства. Учителя подготовки за счет государства. Ну, потому что право требуют, артифицировал, обеспечить надо. Ты признаешь, что это народ есть, есть такой язык. Правильно? Они этого не делают. Если вы этого не делаете, то в каких правах Арцахцам вы предлагаете, я не могу понять? Миллионам лезгин не можете даже этого делать. А в каких правах? Вот поэтому лезгинский вопрос, я думаю, оно и так и должно быть. Оно должно быть в решении карабахского вопроса между Азербайджаном и Арменией. Нужно включать лезгинский вопрос четко и правильно регламентированно по правам. И поставить этот вопрос четко ребром и сказать, вот есть люди, народ. Вот на их примере покажите, и мы, может быть, где-то что-то что-то. Задумаемся. Да, подумаем. И то подумаем, естественно. У политиков есть, да, сейчас любители политики все время говорят о мире, о миролюбии, о правах. На самом деле, мы же прекрасно понимаем, мирно никто ничего никогда никому просто так ничего не давали и не дадут. Надо говорить прямо, зачем обманывать людей, да? Иллюзию строить. Да, мы можем говорить, это наше право. Любить голубей выпускать белых, кричать мир в мир. Но лезги нам лезги ставь, пожалуйста. Хотя бы федерализацию пусть делают. Мы же, я последние годы даже все время одно и то же говорю. Мы не хотим развалить Азербайджан как страну. Чтобы там, бывает, пантерписты пишут, вот, хотят лезгины, там, талащи развалить. Нет. Оставим мы территорию, как есть. Сделайте федерализацию. Дайте ту широкую автономную лезгинам, талащам. А вот посмотрим, я в Арцах может приедет туда же. Кто его знает? Время покажет. Но вы сначала покажите. Но при этом получается как? Нам... Вот самое интересное, что. По правам автоном не ретрифицировали. Этносит происходит лезгин открытый. Вот я озвучу столько вещей. Но опять же, а как воевать? Нам говорят. Ну, вы же граждане, послушайте. Мы граждане, мы народ этой земли. Но хотя бы доля права, так, выполняйте. Чтобы мы... Ну, вы же хотите, чтобы мы воевали. За что воевать-то? За что? Ну, скорее, там, в Азербайджане рассматривают, что те же лезгины-то лучше не в качестве граждан, а в качестве кушечного мяса, которые будут на передовой идти. А, Сарали, у меня такой вопрос. Вот месяца два назад есть такой известный, во всяком случае, на российском телевидении, лезгинский общественный деятель, востоковед Руслан Курбанов. И он как-то упомянул таки лезгинский вопрос, посвятив этому две минуты эфирного времени. Я, честно говоря, удивился, но было приятно услышать от него. Я почему-то думал, что он далек от всего этого. Но уже буквально через неделю оказался за общим столом с неким азербайджанским активистом под звуки мусульманских восклицаний. Вот не кажется ли вам, что главная ошибка подобных лезгин, как Курбанов и Талышей в том числе, многие клюют на вот эти вот азербайджанские азаны, в кавычках я имею в виду азаны, и начинают рассматривать свои проблемы не с национальной позиции, не с позиции этноса, а религиозной, как это делает, например, Курбанов. Ну, всем известно, да, когда Азербайджану очень плохо и нужна помощь, они вспоминают, что они мусульмане, и начинают на весь мир кричать об исламской умме. И вот когда открывается вот такой лезгинский вопрос или вопрос с Талышами, опять же начинаются вот эти вот лабазания общемусульманские, мол, мы все мусульмане, какая разница, вместе мы, отдельно мы, в автономии вы или без этого. Вот как вам кажется, есть такое или нет, мешает вот это вот или нет? Я думаю, я помню этот момент, я в прошлом видео тоже озвучивал это, но я там так коротко дал понять, что вообще-то горцам свойственно иметь принципы. Вообще у любого мужчины вообще принцип должно быть, да, в деле. Вот человек, который нет принципов, он, по сути, ну, как вам сказать, ну, шалтай-болтай, он сегодня туда, завтра туда, завтра неизвестно куда, и непонятно кто он. Вот, в принципе, да. Но когда Руслан Курбанов озвучил, понятно, он прежде чем этот вопрос двухминутный озвучит, он до этого он его озвучил в Европе, в ОНН его туда пригласили, вот, но его отправили, скажем так, но он же сидит, в конце концов, в ЛНК работаете, он же официально на зарплате сидит, в конце концов, это лезгинская культурная автономия. И в ООН пробили место через Кремль, ну, понятно, мы знаем, что Кремль это пробил, для лезгинских, спасибо Кремлю, хоть что-то более приятное, полезное за все эти годы еще. Да, но его отправили, хорошо, он командировался, там он озвучил, он по приезду, ну, как бы автоматом и еще раз озвучил. Ну, мы тоже рады, хоть что-то он озвучил в этом направлении, за эти десятилетия, когда я ни разу не слышал что-то у него лезгинского, но тут самое интересное, дальше идет. Он озвучил, и тут же ему претензии оказывает какой-то там бакинский визир, вот, и он тут же, мы-то понимаем, что он правильные вещи озвучил, мы понимаем, что так и есть, и я же это говорю, так и есть положение. Но когда ты хочешь пойти с этим визином поговорить, ты же озвучил, ты не можешь нажать шаг, сделать от своих слов, ты должен прийти, вытащить этот список проблем, которые ты озвучил, и сказать, слушай, хорошо, конечно, мы все мусульман, полтора миллиарда мусульман, но почему-то эти полтора миллиарда мусульман не видят нас, мусульман, проблему этноцида не видят, никто из полтора миллиарда не говорит этому Алиеву, что ты этноцид делаешь, они же тоже мусульмане, они имеют по Корану свои права, те же на историю, на землю, на язык, это в Коране написано. Почему он не вытащил этот список и сказал, Анар, ну, если ты такой брат мне, тогда давай реши этот вопрос, зайди к своему хозяину, скажи, что же ты вытворяешь, может, надо решить как-то, можешь, если он скажет, да, озвучи это, как ты это будешь делать, иди решай, если он скажет, нет, догони его в шею, а какой брат ты умеешь, а какой исламе вообще речь идет, и вообще надо, вот мне больше кажется, что то, что он сделал тот шаг, который он неправильно поступил, вот как-то неправильно ход сделал, без всяких таких, но это, мне кажется, он ищет, лавирует, ищет себе комфортные условия, комфортные условия. Как доводилось ли говорить, встречаться? Нет, мне не доводилось, не встречался я с ним, я просто следил за ним, я думаю, каждый следит за Велизгинским делах, все каждый следит, но сначала я радовался, думал, человек умный, грамотный, может, дальше вот наш национальный вопрос, даже через ислам можно аккумулировать, как национальный вопрос, можно, в исламе есть такой, но он пошел другим путем, то есть он, получается, я хочу быть хорошим для полтора миллиарда мусульман, но сам же вопрос не задает, а когда же эти полтора миллиарда мусульмане будут полезны нам, чтобы завершить этот вопрос этноцида, понимаете, так не бывает, ну, значит, я пришел к своему выводу, он ищет комфортные условия для себя, вот и все, чтобы вот держаться там, где он до сюда дошел, вот я хочу здесь вот комфортные свои условия сохранить за собой, вот и все. У нас это, меня лично это не устраивает, лично, вот как в Велизгинских вопросах так не должно быть, должно быть у человека принципы, принципы должно быть, в национальных вопросах тоже должно быть принципы, потому что беспринципность это бесхребетность, понимаете, так нельзя решать, ну, как бы там ни было, ему виднее, я свою точку зрения сказал, ему виднее, но я думаю, до него дойдет это все, и в прошлый раз сказал я, он дошел, наверное, задумается человек, если умный, задумается, ну, а там же, а там как Аллах вас служит. Да, будем надеяться. Вот искажение истории, это один из приоритетов политики страны, о которой мы с вами говорим, да, в Азербайджане. Вот как Лизгинская общественность борется с этим, ведь натравливая коренные народы Азербайджана на армян, эти коренные народы должны понимать, что если армяне плохие, то почему историческую Кавказскую Албанию не армяне, а азербайджанцы называют своим государством, почему они называют Дербент своим городом, а не армяне, скажем, опять же, да, и именно в Азербайджане пытаются ассимилировать грузин, а не армяне это пытаются сделать. И есть еще такой факт тюркизации коренных народов, и он, кстати говоря, сейчас налицо и идет по плану тюркизации коренных народов Турции, как это было. Вот вам не кажется, что все то, что происходит сейчас в Азербайджане в отношении коренных народов территории, которые сейчас называются Азербайджан, все это было на протяжении 20 века на территории той страны, которая сейчас называется Турция. Да, вы правильно задели. Вот по поводу истории. Вы знаете, в 90-е годы еще как-то, когда еще Лизгинский вопрос как-то живая была такая масса, книги печатались, и как сказал Баню, что Лизгинская история, есть такие книги, кто-то ездили в Матадаран, вытаскивали оттуда информацию, но потом, когда вот эта массовость убрали, саду уничтожили, массовость убрали, тарги произошли на верхах, без нас, как обычно бывает. Началась нефтегазовая бизнес-политика уже. Но Азербайджану понадобилась наша история. Естественно, ему же надо укоренить. И вот что поразительно, год за годом я начинал замечать, что в Лизгинской элите, вот эта Кавказо-Албанская история, постепенно, постепенно приходит на нет. То есть озвучивание, все исчезает, исчезает, исчезает. Я тоже удивлялся, думаю, как так? Я как кричал, стучал, эй, почему вы не предъявляете? Они же, как это, какие тюрки? Баязидхан, Баязиды, когда появились в 10 веке, вот они как говорят, Агуза, Базиды, вот эти, Сельджук, Сельджуками, вот они появились в 10-м, 11-м веке. Они захватили за Кавказ, да, было время, с 1040-го, по-моему, до 1140-го. Вот где-то в этом предположении они были. Я не помню, какой из царей Давид был, или гурзинский вот это, или другой царь, когда в 1160-е, по-моему, в 60-е восстание поднял, да, против Баязида. Там в гурзинской летописи история написано. К этому царю присоединились Карабахские мелики, разные армянские князья. Там так и написано. Ну, и присоединились чирванские князья. Я вопрос задаю. Если чирване с Кавказа, Албании, тюрки были, если они князья, то должны быть так-то тюркиязычные, а Баязиды тоже тюркиязычные. Но как они присоединились к гурзинскому царю, против своих же, так же не бывает. Так они, наоборот, должны были усилить Баязиды против гурзин и миликства, или против армянских князей. А получилось, что чирванские князья поддержали чирванские князья автохтонов, написано там. То есть, а кто такие автохтоны? Если бы они тюркиязычные были бы, они бы Баязидов против, не стали бы. Но логика же должна быть. Естественно, они были из гниязычных народов князья. Понимаете? Вот Сафи-хан в 1640-е или 70-е годы. Сафи-хан был лезгинский, который ставлен в Кверсию Ереван, да? Она в документации написана, что Сафи-хан лезгин. То есть из лезги. Но ханство, шахство просто так из люда не получали. Эти люди, скорее, из тех же 11-13 веков князья, так называемых, чирванских, их предлетние, да, вот их потомки, да, вот внуки, правонуки, вот шел, да, вот шел, летописи, видимо, Персии, Ереване, там, в других местах. Знали, да, какого двора, кто из каких. Вот они, они говорят, нет, все лезгинские ханы, ну, вот такие, как Сафи-хан, Фетали-хан, даже Хаджи-да-уд, все они, оказывается, тюрками были. Слышите? Ну, тогда, вот у меня свидетельство рождения написано, лезгин. Вот его копия в архиве лежит, правильно? Через лет, меня не будет, через лет 100 архив выйдет, там написано. Я вам другой скажу, вот здесь интересные, скорее, не вы, а вот ваш отец, какого года он рождения? Отец? Да. 52-го. Значит, давайте до деда дойдем. У деда что было написано в паспорте, какая национальность? Лезгин. А вот у вашего сверстника азербайджанца, который сейчас живет в Баку, и азербайджанец он, я уверен на 100%, что у его деда было написано либо татарин, либо просто мусульманин. Вот и ответ на этот вопрос. Нет, есть такой момент, я не отрицаю, ведь мы вот как раз к этому придем сейчас. Багирев, когда был Багирев во власти, у лезгин был такой налог, лезгипл. Вот кто хочет высшее образование, лезгины должны налог платить. Был такой. Это даже мой дед говорил. Даже без документации, без архива мы знали уже в детстве, что об этом были разговоры на улицах, во дворах. А когда Сталин, лезгины, естественно, боролись за свои права, и в то время находились такие борцы, писали Сталин. Что это такое? Ну, когда Сталин ему сказал, эй, ну, нельзя же так. Багирев там вычеркнул и пишет. Хотят они, не платить, платить не хотят, значит, пусть переписываются азербайджанцы. А сколько переписались, ради, чтобы получить... Ну, это за 20-го дня. Да. Да. А вот за это время сколько, вот в Баку, как вы сказали, я по этому в прошлый раз тоже сказал, если глубоко копаться там, там еще 2-3 миллиона криптолезгин вылезет. Понимаете? Который может и умалчивать сам. Мы вспоминаем 11 века, 12-13 века. Есть одна самая известная книга, которую знают во всем мире, не только в Азербайджане или в России. Это история Геродота, где он четко, у него есть главы и на Кавказскую Албанию, и отдельная глава на Армении, где он четко описывает и природу этих стран, и описывает народы, которые там живут, и описывает, на каких языках говорят эти народы. Во всяком случае, Геродот не знал о тюркских языках, и не только в Кавказской Албании и Армении, но даже не упоминал об этом и на тех территориях, которые нынче называется Турция. Вот это самая важная книга, это, можно сказать, и Коран, и Библия для народов этнических, коренных, которые живут на территории Закавказья. Скажите о Сарале. Ну, я понял, что особого должного внимания в Дагестане сейчас не уделяют коверканию истории в Азербайджане, не хотят ссориться, считают, что если этот вопрос поднять, то могут нарушиться какие-то междоговорные, межгосударственные отношения. Чего неправильно, потому что Азербайджан на это как бы плюет, а вот со стороны России и со стороны Дагестана почему-то должного внимания нет. Но, я думаю, со временем все-таки это произойдет, и дай бог, чтобы это произошло, потому что так можно далеко уйти, пока Дербент, столица Азербайджана, бывшая скорой Махачкала станет, если так пойдет дальше. Вот сейчас уже там объявляется, что и Тбилиси, и Ереван – это бывшие тоже древнеазербайджанские города. Так, видишь, и до Москвы пойдут. Каковы ваши прогнозы, если идти по худшему самому сценарию лезгинского вопроса? Вообще, что-то можно сделать, хоть на какую-нибудь толику в этом продвинуться? Может быть, вы пишете письма, заваливаете письмами правительства Азербайджана или правительства России? Может быть, потому что на вас надежда только. Те лезгины, которые живут в Азербайджане, они не имеют такой возможности по очень простой причине. Если они что-нибудь подобное сделают, они сразу же автоматически становятся наркоманами. Это всем известно, да? Вот вся надежда на тех лезгиных братьев, которые живут на российской стороне. Вот что делается с вашей стороны? Ну, мы пытаемся, мы тоже по-своему озвучим разные площадки, ищем, ездим туда-сюда, ищем, скажем, заинтересованных стороны, люди, личности, юридические народы, страны. Мы ищем, мы пытаемся поднять этот вопрос на более такой значимый уровень. В геополитике, которая сегодня происходит в нашем регионе, лезгины, ну, как бы, сам по себе не участвует пока еще, как лезгины. Они участвуют со стороны России и со стороны Азербайджана. Ну, то есть, да, как бы, российский народ и азербайджанский народ, как будто. Но сам, как политики, как лезгины, со своими национальными интересами, геополитически в зоне, пока еще не участвуют. Нет этого. Но надо участвовать. Надо. Я поэтому почему-то сказал. Можно было бы через вот этот формат азербайджанский, если хотят решить, нужно включить туда лезги. Я думаю, даже не помешало бы об этом подумать хорошенько и азербайджанам, и Армении тоже. Включать лезгин туда по-серьезному. Но и само лезгинский национальный вопрос уже ставят в рамки политики. То есть, да, в геополитике. То есть, не обязательно мы там должны быть какие-то ядерные, большой роли играть. Пусть маленькие роли, но наше присутствие там уже дает другое значение. То есть, значение то, что народу уже пора требуется субъектность. Так мы пока еще плаваем в низком уровне. Я думаю, что подключать еще... Мы вот с вами и сказали, есть еще такие народы, близкородственные к лезгинам. Это рутульцы, например, цахурцы, ингилойцы, которые живут тоже разделенно. Одна часть на территории Азербайджана, вторая часть на территории Дагестана, Российской Федерации. Я думаю, их тоже нужно постепенно подключать к этому вопросу. Ну, рутульцы, цахурцы, все вот эти маленькие народы, удины, хенилукцы там все, но у них численность очень маленькая, слишком маленькая. Но, по сути, если лезгинский вопрос поднимется на этот уровень, то мы сами своей лезгинской политикой, это же лезгиньязычный народ, мы их потянем туда, они сами автоматом туда включатся. Естественно, их интересов тоже не будет. Я же каждый раз говорю, разница вот в чем. У нас корень языка один. Мы один народ, диалект разный, понимаете? Корень языка один. Много совокупности слов единых, много всего общего. Там разница, мы друг друга понимаем. Но в ареале, тюркоязычной ареале, все мы постепенно исчезаем. И маленькие, с своим диалектом, и мы тоже. А если этот ареал будет лезгинский ареал, с национальными институтами, они не могут исчезнуть. Потому что корень один. Они даже без всякого автоматического самосохранения будут происходить. Понимаете? Но это надо донести до них. Но опять же, азербайджанский агитпром сильнее, чем... У лезгин нет такого агитпрома, как у них. Они огромные деньги вливают в это. Я знаю, что огромные подкупы делают, различные заказы. Они в Дагестане тоже нанимают людей, чтобы против лезгин обрабатывать. Разных народов тоже найдется. Всегда в любом народе найдется, которые за деньги что угодно сделают. Таким вот находят. Вот они то статьи, то мы не брать, то еще что-то, то история не так, то это не так. Лишь бы мозолит. Понимаете? Но у них сильнее. Но у нас нет такого. Но мы пытаемся поднять свой тоже вот этот информационный такой... Но у нас ресурсов нету таких больших. Нету. Вот наши бизнесмены не хотят охотно включиться. Именно в национальных вопросах ресурсы вложиться. Боятся. Боятся. Да, боятся. Наверное, больше боятся за своих близких, которые живут в Азербайджане. Ну и близких, но еще боятся, наверное, за свой бизнес-проект. У кого-то даже сроченный бизнес-проект есть в Баку. А у кого-то там кто-то Кремля боится, может, что... Эй, куда там? Без меня лезешь, там куда свет. Вот, ну, разные ситуации. У каждого своя позиция. Ну, боятся. По этому поводу вот я хочу процитировать кое-что из российских СМИ. Важным фактором увеличения численности лезгин в Дагестане стал поток беженцев из соседнего Азербайджана. Низкий экономический уровень Азербайджана, полное безразличие к сфере социальной поддержки населения, шовинистическая государственная политика, которая приводит к бюрократической ассимиляции и лезгин. Проще говоря, их просто записывают азербайджанцами. В сочетании с беспредельной коррупцией чиновничества, бедствиями Карабахской войны, оккупацией земель и изгнанием с них до одного миллиона азербайджанцев, все эти мотивы не могли не привести к устойчивому потоку эмиграции за границу, то есть в Дагестан. Это действительно так. Большое количество лезгин эмигрировалось из Азербайджана в Россию из-за всего этого. Да, это действительно так. Я даже больше скажу, в российских городах, я изучал этот момент буквально лет 10 назад, я начал изучать, в российских городах, почти во всех больших городах, крупных, лезгины, когда мы начали изучать, сколько их по численности, кто откуда, почти 70% в каждом городе, проживающих в Лезгине, все выходцы из Азербайджана. Но это еще, вот у нас было такое огромное село, в Кусарском районе, Тегриджал назывался. Такое огромное село. Серьезно там осталась вот маленькая такая численность. Вот в Дербенте, все 70% тегриджалцев в Дербенте сидят. Уже граждане России здесь живут. Понимаете? Но если там было бы так хорошо, они же здесь не оказались. В Махачкалу едешь, встречаешься с Лезгином, через третий Лезгин, оттуда же. Это же о чем-то говорите. То есть цифры верные. Все-таки действительно очень много выезжают. Очень много выехали. Выехали. И сейчас даже вот по поводу поиска работы, я знаю огромное количество молодежи в России. даже без гражданства, но приезжают, как эмигрант, работают. Все в России. Но если там так все хорошо было бы, они же туда не переехали бы. Ну, не только Лезгин, и очень много молодежи азербайджанской тоже в России. Хоть-то и говорят, что Азербайджан широко шагает, и экономика там все выше и выше, но тем не менее, люди оттуда бегут, и нисколько не меньше, чем из той же Грузии, или Армении, и из других республик. Согласен, согласен. Спасибо большое, Асарали. К сожалению, у нас эфирное время уже заканчивается. Я надеюсь, что в будущем мы еще раз встретимся и уже поговорим о том, сколько сделано в Азербайджане для Лезгин. Уже какие-нибудь положительные вещи. Может быть, услышат, я не знаю, хотя с трудом верится, что до них может чего-то дойти. В любом случае, спасибо вам за эту встречу. Было очень интересно. Мы очень часто в эфире говорили и об армянах, и о талышах не раз тоже говорили, о езидах, о других коренных народах. Вы первые, которые подняли вопрос в антитопоре именно о лезгинском вопросе. Спасибо вам большое. И вам тоже большое спасибо. До свидания. Мир у мир по лезгинам Лезгистану. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова